Приветствую вас. При прочтении вашего текста у меня возникло такое, знаете, довольно сложное чувство, что вы чрезмерно, ну, я бы, наверное, даже сказал, знаете, как, насильно может быть, вот так вот, если можно выразить. А насильно сузили круг, спектр своей деятельности, своей занятости до работы, до некого, вы знаете, такого уровня автоматично. Я не утверждаю в обязательном порядке, что это так, но мне показалось, что он в вашей, ну, может быть, жизни, вашей работе, если угодно, есть вот эта вот изрядная доля автоматизма. И это, конечно же, не есть хорошо для вас. Потому что, если вы действительно, как бы, сузили свое поле деятельности только до работы, то есть вот у вас есть столько работы и все, то понятное дело, что ничего хорошего из этого не получится. И молодой человек вам видится, ну, в таком, знаете, немножечко, ну, немножечко, может быть, идеализированном свете, да, то есть вот он такой шикарный, хороший, такой недоступный, может быть, для вас, вот. И вы думаете, уже не знаете, как дать ему зеленый свет. Он у вас один, он у вас один в вашей жизни, один молодой человек, вот этот. Как бы больше, больше никого нет, и это чревато. Это плохо для вас. Так быть, ну, лучше этого не допускать. Вот я скажу так. Лучше этого не допускать. Потому что, ну, должен быть конкурент. Должна быть конкуренция между мужчинами. Если речь идет именно о женщине, конкретной женщине. И здесь я, соответственно, задаю вам вопрос. Насколько вы активны в своей жизни в чем-то, помимо работы? Что есть, вот. Понимаете ли вы чем-то чем-то еще, помимо работы? Делаете ли вы что-то еще, помимо работы? Или нет? Если да, то, соответственно, что? Если нет, то, соответственно, почему нет? Ну, вот. Это первое. Дальше. Значит, ты симпатизирует молодой человек, вам симпатизирует молодой человек. Как это проявляется? Что он вам симпатизирует? В том, что улыбается, да? В том, что смотрит на вас. Так? В чем проявляется симпатизирует? Конкретно. Вообще, вообще, обычно, когда мужчина симпатизирует, он предпринимает действия какие-то. Разве не так? А ваш? Ваш мужчин что-то непохожее, чтобы он предпринимал какие-то действия, согласитесь. По отношению к вам. Либо не хочет, либо не может, да, либо... Счезняется. И, собственно говоря, вы этого не узнаете. До тех пор, пока будете пребывать в мире фантазии. Я здесь могу вам задать только такой вопрос. Вам нравится пребывать в мире фантазии? Вам нравится пребывать в мире иллюзий? Вам нравится пребывать вот в том состоянии, в каком вы сейчас находитесь? Если нравится, то хорошо. Тогда. Если нравится. А если нравится, то на здоровье никаких проблем нет с этим. Ну, нравится, нравится, значит, соответственно, пожалуйста, находитесь в этом состоянии. Но для чего оно вам, это состояние? Зачем оно вам? Что оно дает вам, это состояние? Отчего оно вас, если можно так выразиться, спасает? Понимаете? Понимаете? Вот, что важно. Если вы в этом состоянии хотите остаться. Если вам это состояние нравится, если оно вас устраивает. Понимаете? Если же вам это состояние не нравится, если оно вас не устраивает, то тогда возникает вопрос. Что вы сделали, чтобы его убрать? И сделали ли что-либо для этого, чтобы его убрать? Понимаете? В чем дело? И если в этом состоянии быть вы не хотите, то нужно что-то делать. И это что-то, то есть вот, что-то делать, да? Что-то делать, это означает совершать шаги, бороться за то, что вам нравится. Понимаете? Понимаете? В чем дело? А вы? Вы будете? Вы сделали что-то, чтобы мужчина, как бы, хотя бы узнал? О том, что вы ему нравитесь. Знаете, какой вопрос? Знаете, какая тонкость? Мужчина довольно, ну, я бы сказал, знаете, как непримитивно мыслящий, да, человек или существо. Мужчина, это скорее логик, по своей сути, это логик. Если мы говорим о логике, то логик опирается только на то, что он видит. Что это значит? Что значит, что логик опирается только на то, что он видит? Это означает, что мужчина либо, значит, либо заметил, что вы ему симпатизируете и он хочет это, ну, продолжать, как бы, продолжать, например, ну, быть. С вами, допустим. Либо не хочет. Но вы-то пребываете в подвеченном состоянии. Почему? Потому что вы на него ответственность перенесли за свою дальнейшую жизнь. За свое будущее, если можно так выразиться. Вот. А так быть не должно. Потому что ни один человек, в принципе, не должен влиять на вашу жизнь. Ни этот мужчина, ни кто-либо еще. Вам он понравился, если он вам действительно понравился. Вот. Заговорите с ним, поговорите с ним, скажите ему что-нибудь, ну, что угодно на самом деле. Что угодно. Просто вот что хочется, то и скажите. Вот. Будьте собой с ним. В этом нет ничего страшного. В этом нет ничего постыного. Не бойтесь. Не бойтесь. Хотите что-то сказать человеку? Да? Скажите. Скажите ему это. Иначе, как вам правильно сказали мои коллеги, впоследствии будете только жалеть. Вот. И после этого, после того, как скажете ему, позовите его куда-нибудь посидеть. Просто берете и приглашаете его куда-нибудь. Вот. И вновь. И вновь. В этом нет ничего плохого. Вы захотели позвать его куда-нибудь? Вы его позвали? Это нормально. Это, знаете ли, не что-то такое, да, вот что, там, позвали его куда-то и все, и вы сразу должны, должны ему что-то, например. Нет. Ни в коем случае нет. Вы ничего не должны. не ему, не он вам. Понимаете? Никто, никому ничего не должен. А просто захотелось, вы это сделали. Просто потому, что вам этого захотелось. И все. Вот на, как бы, на, скажем так, встречи с ним, на, скажем так, ага, ну, на взаимодействии с ним, при таком вот общении с ним, как, ага, с непринужденным. Вы и поймете. Если у вас с этим человеком будущее или нет. Возможно ли между вами что-то или нет. И если между вами что-то возможно, то это попробовать. А если между вами ничего не может быть, то чем раньше вы об этом узнаете, тем лучше. Разве нет? Я так не думаю. И, скорее всего, вы со мной согласны. Поэтому здесь я рекомендую вам вот именно так поступать. В тексте своем вы об этом не пишите. Вы не пишите о том, что о том, что вы именно, например, как бы, можете бояться. Вы, может быть, боитесь. Ну, например, боитесь отказа мужчин. Да, или что-то еще. Вы об этом не пишите. Но я думаю, что, скорее всего, боитесь. И вопрос у меня к вам такой. Почему боитесь? Отказы мужчины почему боитесь? Почему на себя готовы принять вот эту, вот можно сказать, ответственность за то, что мужчина вам отказал? Хотя, может быть, к вам это отношение никакого изначально вообще не имеет. Но вы понимаете, вы уже готовы взять на себя ответственность. А значит, возможно, есть некая сверх-сверх-сверх мотивация, ну, иными словами, есть что-то мотивирующее вас на то, чтобы вы были, ну, чтобы вы искали себе мужчину. И тогда уже отдельный вопрос. Зачем вам это? Это вопрос уже отдельный. То есть, тут нужно смотреть, тут нужно разбираться, тут нужно анализировать. Вот. Ну, я надеюсь, что вы этот момент вы понимаете. Потому что, ну, это важно. Очень важно. Дальше. Значит так, он знает моего брата, у него есть номер мобильника, по работе никак не доприкачаемся, он в одном отделе, я в другом. Вижу на неделе часто, когда на обед выходим, когда здороваемся, улыбаются. Ну, вот, по поводу улыбки, да, я вам, в принципе, говорил, да, могу немножко повториться, что улыбка, она, вот, сама по себе, она ничего не значит. Улыбка. Потому что, ну, мужчина, он может улыбаться вам просто так. Хотел улыбнуться, улыбнулся, и это ничего не значит. Салют. Вот. Поэтому именно на улыбку лучше внимания вам не обращать, как таковое. Улыбка может быть чем угодно, на самом деле. Улыбка может быть просто, знаете, просто вежливость, например. Хочет такое быть? Да легко. Легко. Легко такое может быть. Легко. Улыбка может быть просто вежливостью. Как бы, ну, таким, знаете, такой данью вежливости вам, например. Ну, например, просто как пример, да, в качестве примера, я уверен, что если вы будете на этом заострять внимание свое, да, если вы будете об этом ну, думать больше, чем нужно, то ваши ожидания, они будут давать за себе знать куда больше, куда сильнее, вот. И опять же, поймите, что хорошего это вам ничего не принесет, вообще ничего не принесет, именно хорошего, потому что ожидания, они, как правило, нужно заканчивать, ну, чем-то негативным. Поэтому не дратьте себя на пустые, на пустые ожидания. Не дратьте себя на какие-то вот, знаете, фантазии. если только вы от чего-то не бежите в этой фантазии, если только что-то вас не заставляет убегать от себя в них. Естественно, что это, я не знаю, но с этим можно разбираться. Как и, например, с причиной того, почему вы такая робкая. Ну, вот. Вы говорите, никак не получается встретиться с ним наедине. Так и не получится. Не получится. Вы же на работе. Как можно встретиться на работе наедине? Для этого нужен шаг. Мужчина, мужчина, может быть, не решает, что делать с ним. Ну, опять же, потому что брат, потому что все, и так далее. Вот. Может быть, потому что у него есть кто-то на это гадание. Вопрос, что вам мешает, лично, лично вам, что мешает сделать первый шаг. Вот. Значит, дальше. Стараюсь ему улыбаться, находить момент, появиться перед ним. Уже не знаю. Не знаю, каким образом показать ему зеленый свет. Ну, понимаете, для вас это зеленый свет, а для мужчины это просто поведение, которое не значит ничего. Смотрите. Вы говорите. Могите разобраться. Да, Могите разобраться. Значит, Могите разобраться в чем? Симпатия? Ну да. Вы мужчине симпатичны. Насколько вы значимы для него, насколько вы ценны для него, насколько вы заинтересовали, например, его, и что он готов сделать для того, чтобы вы, например, были с ним. это знает только он. Мы не телепат. То, что вижу я, это чрезмерное уделение внимания работе, потому что, как бы, вот, помимо работы у вас нету мужчин, с которыми бы, с которыми бы вы могли познакомиться, время провести как-то, что-то. Не создалось у меня впечатление и того, что вы, значит, ну, отдыхаете, да, то есть у меня было ощущение, что вы много работаете. Вот. Также могу предположить, что вы не уверены, ну, не очень уверены в себе. Может быть скромны. Ну, склонны к скромности. Вот. Ну и, собственно говоря, предпочитаете вот пребывать в этих иллюзиях фантазмах. Очень может быть, что вы чего-то хотели в своей жизни. Очень может быть, что вы чего-то желали в своей жизни сильно. Вот. Вам этого сделать не давали, и вы привыкли это в иллюзиях реализовывать. Вот так сейчас происходит с вами. Вы пребываете в иллюзиях больше, чем как бы влияете на реальность. Как-то ее стараетесь изменить. изменить. Вот об этом. Об этом нужно подумать. Об этом нужно как бы ну набрать свои мысли в эту сторону. Далее, вы говорите. Либо у него кто-то есть. Ну, может быть, у него и есть кто-то. только Ланда что? Понимаете? Ланда только что из этого, из того, что у него кто-то есть. Понимаете? Ланда. Ведь это ну если у него кто-то есть, она ведь не стенка. Правильно? Она ведь как бы эта девушка не глядет вашего мужчину. Ну, возможного мужчину, будущего. Понимаете? Вот об этом и нужно как бы думать. именно именно в этом ключе и нужно смотреть, почему вас, грубо говоря, останавливает то, что у него может быть девушка. может быть у него девушка, а может быть у нет. А если есть, кто вам мешает показать, что вы лучше? Допустим. Этой девушке. Ну, элементарно. Просто элементарно. Что мешает? Или что мешает? Вернее сказать, все же, наверное, что. видео. На этом все. Надеюсь, это помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.